Всем добрый день, дорогие телезрители! Сегодня у нас 30 апреля, вторник. Еще раз хотим пожелать прекрасного и вдохновляющего настроения. Отличной погоды за окном, прекрасного самочувствия, моря идей и стремлений на сегодняшний день. Международный день танца современного балета по замыслу учредителя праздника. Его главная идея объединить всех, объединение всех направлений танца, как единая форма искусства, а сам день танца – повод для ее чествования. Буквально вчера мы отметили этот день, Международный день танца. Знаете ли вы, почему люди вообще танцуют? Одни хотят стать гибкими, пластичными, другие жаждут показать свои способности, но есть и люди, которые посвятили всю свою жизнь танцу, и без этого уже не представляют свою жизнь. И ведь не случайно танец – это форма искусства, объединяющая людей всех разных национальностей и возрастов. И у нас сегодня в гостях профессионалы своего дела, хореографы, танцоры. Карл Гашко-Дербекова, основатель Центра искусства ККК, Армат Газизов – хореограф, Айна Аменова – также хореограф. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей программе. Пользуясь моментом, хотелось бы поздравить вас с Международным днем танца. И желаю, чтобы ваша душа всегда танцевала лишь только от счастья и любви. Я думаю, что этот профессиональный праздник не только танцоров, но и, можно сказать, всех людей, ведь многие, да, почти все мы любим танцевать. И, конечно же, много любителей, обывателей, ну и, естественно, самый главный праздник – это ваш, да? Спасибо. Поэтому хотелось бы узнать сначала, как вы встречаете сами этот праздник, как вчера, вернее, отметили, какие проходили мероприятия в рамках этого дня, Карл Гашко. Спасибо. И, естественно, поприветствовать, наверное, также хотите всех наших телезрителей поздравить, коллег. Добрый день, Лаура. Хочу сказать большое спасибо за то, что вы нас не оставляете, всегда приглашаете в вашу студию, именно на наш профессиональный праздник. Это классно. 29 апреля – это наш такой праздник. Вы знаете, я вчера заметила, у меня же в центре много детей, и много я сейчас сижу в Инстаграме, в статусах у своих родителей. Все родители поздравляют своих детей, маленьких своих девочек, которые занимаются у нас танцами, поздравляют их с их праздником. Это означает то, что наши родители начали понимать смысл этого праздника, любить и уважать то дело, которым занимаются их дети. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих родителей, всех своих детей, которые у нас занимаются с танцами, с праздником. Я думаю, Армат, ваш коллега, также присоединится к поздравлениям. Пожалуйста. Большое спасибо. Конечно, всех тоже поздравляю с 29 апреля, День танца. Желаю самого лучшего, чтобы они всегда были на вершине, всегда не боялись со сцены и всегда победили свои страхи. Страхи. Арман, у вас такой необычный образ, это костюм ваш танцевальный, хореографический или как? Или просто вам нравится так неординарно одеваться, отвечаться? Это его смысл жизни, это его стиль. То есть вы на улице тоже можете ходить так? Да, конечно, да. Привлекать внимание жителей. Ты еще не показал свои волосы. Покажи нам, тоже интересно. Ух ты. Такое я, конечно, вижу впервые. Спасибо огромное. Но это не свои, естественно, косички. Ну да. Необычно, конечно. Армата, спасибо за поздравления. Сегодня у нас также она присутствует, она является хореографом в том числе. Спасибо вам за приглашение, что уделили нашему дню, мы считаем его еще как бы профессиональным нашим праздником, уделили внимание, большое, огромное за приглашение. Хочу также поздравить всех жителей всего мира, в том числе наших, всех танцоров, кто любит просто танцевать, а танцевать любит, я думаю, вся планета. Поэтому всем желаю, естественно, в первую очередь здоровья, крепких ног, как говорят профессионально, чтобы сцена всегда их приветствовала, чтобы зрители восхищались. А нашим деткам, конечно же, и родителям терпение, деткам здоровье, как присоединяюсь к словам Армата, чтобы никогда не боялись. Но вообще хореография, она же воспитывает разносторонние, и в том числе раскрыть себя как личность. Для этого у нас существует столько методик, столько, даже сам выход на сцену ребенка, это уже раскрытие, он уже себя чувствует уверенным. Вот, всем здоровья, всем счастья. Карлаш, ну а помните ли вы сами, когда у вас появилось вот такое обличение к танцам? Это была все-таки мечта с детства, или же все-таки со временем, осознанно вы пришли сами к этой профессии? Нет, это была мечта моего детства. Уже в три года я танцевала в нашем поселке Косталовка. Мой папа был военным, и у них же было вот, тогда был, я не знаю сейчас как, они каждое предприятие вот ставил концерты своими силами, мой папа военный, и он говорил, что моя дочка будет танцевать. И я выходила в три года, танцевала в то время индийские танцы, и вот так я полюбила танцы. И я уже в школьные годы не представляла свою жизнь без танцев. Я уже где-то в пятом классе говорила, я буду хореографом, я буду танцевать. Потом уже, когда я училась в университете, вот на факультете хореографии, я поняла, я буду педагогом. То есть мне нравилось именно преподавать, обучать детей танцам. У нас же как мы делимся на артистов, ансамбли, артистов балета и педагоги. Конечно, в студенческие годы мы все были артистами, потом уже, когда мы выбирали свой путь, я выбрала именно как педагога по хореографии. То есть это вам более ближе? Да, ближе. Я люблю, когда мои маленькие танцоры становятся уверенными в себе, победителями, лауреатами. Они все выпускаются, создают свои семьи, и уже ихние дети у меня танцуют. То есть это любовь на всю жизнь. То есть как это преемственность покорения? Да, конечно, конечно. Я думаю, особенно девочкам, которые танцуют, им всем нравится танцевать, и все девочки должны ходить на танцы, потому что здесь только одни плюсы. Ну давайте перечислим, какие плюсы в первую очередь. Первое, это, конечно, здоровье, подправляет здоровье, красота, то есть осанка, гибкость. В-третьих, это уверенность в себе. То есть дети, которые занимаются танцами, они всегда уверены, у них дисциплина более такая жесткая. То есть они обучаются, как правильно, быстро одеваться, что надо за собой убирать, что надо, ну много перечислять все это. Одни плюсы. Девочки, которые занимаются танцами, и девочки, которые не занимаются танцами, это небо и земля. Они бывают уверенными, то есть уже во взрослую жизнь они выходят уверенными, как лебеди, статными, любящие жизнь девочками. То есть они могут себя преподнести в любой ситуации. Даже вот так на примере, мы участвуем много на конкурсах, занимаем то первое место, то третье место. В жизни же так, то есть мы можем подняться, точно так же опуститься. И во взрослой жизни они не сломаются, если у них в жизни что-то случится. Они знают, что они могут сейчас занять третье место, через какое-то время, когда они проработают себя, они обязательно займут первое место. А мы уже этому обучаем с детства. Я думаю, это классно. Спасибо. Армат, ну а у вас как все начиналось? Обычно мужчины, мальчики редко выбирают почему-то хореографию, танцы. Вспомните, когда мы сами были маленькие, тоже ходили на танцевальные кружки всякие, но мальчики долго не выдерживали. А как так получилось, чтобы остались в этой стезе и дальше продолжайте? Я 7 лет уже танцую. Свои таланты, искусства. Ну, я вообще не ожидал, что я буду педагогом. Это для меня как-то было как хобби. Я в это время еще пел, поэтому я не думал, что буду педагогом, буду хореографом. Потом я думаю, почему не начать работать с детьми. Как еще сказать? Начать что-то новое, которое у нас именно в Казахстане, вот, именно вот пацаны, многие пацаны не занимаются танцами. Как-то они уже это не принимают, не принимают в себе. Поэтому я думаю, это нормально сейчас, в данный момент, это нормально танцевать, что-то начать, что-то новое. Это для меня, конечно, было тоже такое, что-то новое. У нас в семье вообще нет творческих людей. Я только один занимаюсь танцами, поэтому я горжусь собой. И спасибо огромное Карл Гашкадрбеку. Я впервые начал преподавать в студии Карл Гашкадрбекуны. И здесь я научился всему прямо, как преподавать, как правильно делать движение именно вот казахского танца, народного танца. То есть армад это ваш ученик? Да. Я бы хотела сказать, что сейчас же в обществе такие предрассудки. То есть если ты мужчина, если ты еще, да, танцор, все говорят, ну что ты как этот, как баба, ну не танцуй, не твое. Вообще мужчинам не надо танцевать. Ну, конечно, это стереотип старый, сейчас современное общество, современный век, поэтому хотелось бы, чтобы мальчишек было больше, которые танцуют. Даже у нас в студии очень мало детей, мальчиков, которые танцуют. В основном их отдают на каратэ, на вокал, на домбру, да, на домбре у нас очень много мальчиков. Ну, это в основном и мама приводит своих мальчишек на танцы. Ну, не папы, да, это редко, да. Папу всегда отдают спорт, как говорите, спорт, каратэ, там, бокс, еще какие-то такие. Хочу сказать, что армат, он больше был по направлению современного танца. Сейчас он понял, что он может преподавать не только современные танцы, но и народные, казахские. У него это очень хорошо получается. Я думаю, что Уральск это не последнее место, где он может себя показать. В дальнейшем я вижу его в больших мегаполисах, где он может себя раскрыть, проявить, как большой хореограф. Это благодаря вашему. То есть у него большое будущее у армата. Да, да, да. Я думаю, что в дальнейшем мы его увидим и будем говорить, о, это же наш армат, который... И когда-то он сидел у нас в студии на передаче, Куншуа, мы желаем тебе только удачи. Спасибо огромное. Армата, надеемся, что твоя мечта обязательно сбудется. Айна, теперь вам слово. Как вы сами так же считаете, какими успехами, как вы считаете? Успехами... Давайте начнем сначала. Как я вообще пришла, наступила первые свои шажочки вообще в мир хореографии. Это было со школьной скамьи. Все начиналось из дома, с танцев ламбада. Потом родители решили отдать, ну, как вы сказали, в кружок. И вот оттуда все начиналось, привили любовь к танцу вообще, потому что он, ну, он же многогранный. Ты можешь и быть там, кем хочешь в танце, да? Вот. И по окончанию, как бы, средней школы мы поступили в университет, и здесь уже были уже большие шаги, потому что там, получается, готовят профессионалов. Чем я могу гордиться? Естественно, в первую очередь, достижениями своих учеников. В основном я работала, начинала свою деятельность, сначала с профессиональным ансамблем, мне так же было. Затем у меня жизнь перевернулась так, что я уехала из Уральска, и там у меня уже была, как бы, новая стадия, новый шаг преподавания уже детям дошкольного возраста. То есть это детки от двух лет до шести, можно сказать. Естественно, это был для меня первый страх. Вот. И чтобы понять вообще психологию детскую, мне, я решила обучиться именно дошкольному воспитанию. Поэтому у меня есть еще, как бы, педагог дошкольного образования. Вот. Чтобы вот понять, как вообще преподавать, как подходить детям именно дошкольного возраста. Потому что все равно возрастные ограничения есть, преподносение материала. Здесь дошкольного возраста мы материал преподносим, как бы, да, бывает и сказками. Сперва мы рассказываем историю, что мы хотим от детей. Дебенок должен, сперва, понять, что он должен показать своим движением. Вот. Я также работала в национальном фонде Дарьи Назарбаевой. Там у меня ученики. Мы участвовали в разных международных конференциях. К нам приезжали педагоги со СОО, можно сказать, мира, обменом, опытом. Также была разработана личная, как бы, программа именно оздоровления через хореографию. Вот. Именно дошкольного, школьного возраста через хореографию. Потому что хореография и оздоровление, это, можно сказать, ну, связать очень такая тон, как бы сказать, прямо в одно, а в одно идет. Вот. Были такие разработки. Сейчас, в данный момент, я работаю в студии ККК. И, сказать, достижения сейчас моих подопечных, это участвуем, мы участвуем в конкурсе, в городских. Занимали, естественно, первые места, были и вторые места. Вот. Поэтому мои ученики довольны. Мое достижение – это улыбка, скорее всего, моих девочек. Вот это большое достижение. Хочется сказать, отметить, что мы с Айной однокурсницей. Мы, подруги, наши студенческие годы прошли вместе, мы друг друга знаем, как, на все своих, вот, пять пальцев с нами, поэтому я рада, что она из Алматы приехала именно к нам работать, в Уральске, что она у нас. Хочется отметить, что у нас в центре одни профессионалы, лучшие из лучших. Замечательно. Ну, а я напомню, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире, все средства связи указаны на ваших экранах. Вы можете сегодня, пользуясь моментом, поздравить всех хореографов с их профессиональным праздником. Я думаю, что им очень будет приятно услышать в прямом эфире ваши поздравления и искренние пожелания. Вот такое первое поздравление. Я думаю, что сейчас в течение эфира еще будут поздравления, поэтому, дорогие зрители, будьте активными. Что ж, продолжим нашу беседу. Вы давно и уже плодотворно работаете с подрастающим поколением, учите, прививаете в них любовь к искусству. Как вы говорите, танцы, это же вы действительно, что может быть красивее, прекраснее, грациознее, чем танец. И хотелось бы вот такой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то свои особые методы преподавания и все-таки сложнее работать с детьми или со взрослыми? Да. Хочу отметить еще раз, что мы больше внимания уделяем наш центр именно казахскому танцу. Мы стараемся, чтобы наши дети первым делом обучались казахскому танцу. Я, наверное, не совру, если скажу, что это выделяет нас от других студий. Сейчас многие студии хотят танцевать только современные танцы. Не скажу, что у нас есть современные танцы, но при этом, зная, что казахские танцы сейчас уходят куда-то назад, мы стараемся обучать только казахскому. Вначале казахский танец ты изучаешь, после этого мы можем изучать другие танцы. Казахский танец, он самый такой красивый, можно сшить такие дорогие красивые костюмы. Я не понимаю, когда вижу, я много сижу в жюри и вижу костюмы, которые мы когда-то одевали в 90-е, когда были маленькими, в 2000-е годы. Это означает, что другие студии не развивались, не смотрели, что казахские костюмы могут быть красивыми. Мы уделяем много внимания костюмам казахским нашим. Стараемся участвовать на таких конкурсах, где первым делом стоит казахский танец. Даже сейчас, честно, во многих конкурсах убрали вот эту номинацию казахских танцев. Нету. Только стоит народный танец, эстрадный, современный. Мы на таких конкурсах стараемся не участвовать. Если стоит графа казахский танец отдельно, мы там первым делом на этом конкурсе. Поэтому хотелось бы, чтобы многие наши коллективы, руководители задумались, и чтобы мы сами поднимали наш родной казахский танец. Вот отличие наше от других и методика в этом, наверное. Вот. Хотелось бы много сказать. Сейчас это будет, наверное, отдельная тема. Можно прямо сделать подкасты, именно куда уходят казахский танец. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Армат, а как рождаются ваши номера? Вы тоже работаете в этом направлении. Как рождаются ваши номера? И какое направление музыкально более ближе к вам? По душе, помимо того, что вы большое внимание уделяете именно казахским народным танцам. Да, именно вот я по направлениям, конечно. Именно больше я на современном танце. У меня есть группы, которые я именно только современными танцами занимаюсь. Ну и есть, конечно, группы младшие. Там я с ними занимаюсь по народному танцу. Конечно, народный танец чуть-чуть такой сложный танец, но очень красивый. Первым делом мы ставим танец, и потом после этого нас проверяет Карлашка Дрекона, если там некоторые движения, либо некоторые композиции неправильно исправят. Вот так. То есть по чутким руководствам своего педагога. Еще одно поздравление. Здравствуйте. Хотим поздравить нашу Айну и ее коллег с профессиональным праздником, желаю успеха в работе, творческого вдохновения. С любовью, родные из Сайхина поздравляют вас. Спасибо. Спасибо за ваше поздравление. Дорогие друзья, еще раз напомню, что мы сейчас открыты для вас, работаем в прямом эфире. Средства связи указаны на ваших экранах. Звоните, пишите. Мы будем очень рады каждому звонку и каждому вашему сообщению. Мы продолжаем нашу передачу «Куншах» в прямом эфире. Ну вот сейчас поздравления дальше продолжают поступать. Здесь поздравляют на казахском сообщении. То есть родители присоединяются сейчас к нам и поздравляют своих детей, педагогов с праздником. Бибар Сажанович, ты смотришь. Это наш педагог тоже. Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь событии, запоминающем моменте, связанном с танцами именно. Наверняка у вас было много чего интересного, чем вы можете поделиться с нашими зрителями. У нас было много очень интересных, курьезных даже случаев, грустных даже моментов было много. Вот недавно мы съездили в город Казань, в Татарстан, и так получилось, что мы поехали на большом автобусе. И водители и родители, кто сидели, не заметили, как выпали чемоданы в дороге. Заметили только через 15 минут, когда все чемоданы детей и родители лежали на всей автостраде. Это было... В то время было не до смеха, потом мы смеялись, как мы, наши ребята, ночью, зимой под фонарики, наши педагоги, администраторы собирали эти чемоданы. Было много очень интересных случаев, когда мы, наши родители, путали даты на жидовокзалы, то есть они покупали билеты на следующий месяц, а нужно было уезжать в этот месяц. Они приходили, там лежали вообще другие люди, вообще покупали не те билеты, приходилось в это время все вмешиваться, решать эти вопросы. Были моменты, когда мы на концертах, педагоги сами должны были танцевать, был такой танец, педагог должен был сам танцевать вместе со своими детьми, он забыл, дети вышли на сцену, а он стоит за кулисами и считает детям. Раз, два, три. И этот его момент, сейчас он как в виде волка, там малыши танцуют, в образе волка должен быть, а он не одет, не одет. И когда он понял свою ошибку, приходилось на этом моменте делать, как это называется, импровиз. Детям приходилось делать импровизацию и выходить из ситуации. И это то, что я сейчас могу вспомнить, я не знаю, коллеги мои вспомнят еще что-то. Много у нас было. Айна Армат. Да, у нас, конечно, в летом мы ездили в город Ташкент. Да, у нас там именно старшая группа по-современному ездили в конкурс. Там были очень много случаев, когда девочки забыли костюмы в автобусе или в позе кроссовки забыли, или даже сами там остались вообще в автобусе. Ладно, вещи забыли, сами могли потеряться. Очень многие были случаи такие интересные, конечно. И были моменты в конкурсе, то же самое. Дети, уже они должны выйти, но некоторых детей нету. Почему? Потому что они ушли в туалет, в уборную. А уже ваш выход, да. И как выходили из этой ситуации? С этой ситуацией мы выходили. У нас, конечно, есть там некоторое время паузы, когда девочки меняются по местам, по рисункам. Вот тогда мы вытаскивали их обратно. В середине танца приходилось вытаскивать этих малышей. Приходилось синтравизировать. Да. Один раз у нас, как раз Бибарс Иржан еще поехал в Чимкент. Дети привыкли смотреть в зеркало танцуя. Это пятилетние дети. Он поставил их за кулисы. Мы как ставим? Мы фотографируем их детей, потому что они сами забывают свои места. И по фотографии смотрим. Так, ты за ней, за ним стоим, смотрим. И так получилось. Потом он перед танцем понял, что он перепутал кулисы. Перепутал кулисы, что это вот 15 человек должны с этой кулисы выйти, а уже наш номер начинается. Он говорит, я так вспотел, я каждую в охапку взял детей и бежал через все кулисы, таскал по одному каждого ребенка. Потому что если бы они вышли бы, они бы танцевали спиной к зрителям. А это же зрители не поймут, дети маленькие, они ни в чем не виноваты. Он говорит, я так вспотел, Халашка Дрюбек, но вы даже не представляете. Но много было случаев, я даже не могу вспомнить. Сейчас еще поступило такое сообщение. Хочу поздравить с Международным Днем Танца всех гостей. И хочу задать вопрос такой гостям студии. Если бы не танцы, какую профессию вы выбрали бы? Первый вопрос. Давайте ответим сначала на первый и далее второй вопрос. Сочетаю. Ну, я думаю, если бы я была бы не хореографом, я скорее бы пошла по стопам отца. Военной. Да, мне это ближе, наверное, потому что у нас дисциплина такая военная. Я думала над этим вопросом. Скорее всего, да. Скорее всего, я бы сейчас работала в этой сфере военной. Армад, ну, а вы, наверное, стали бы певцом, да? У него была мечта. Я угадала. Хотела стать вокалистом, но... Кстати, он хорошо поет. Когда мы сами собираемся, когда мы празднуем, он очень даже хорошо поет. То есть вы стали бы вокалистом. Айна, ну а вы? Ну, сейчас, если так подумать, я, наверное, что-то... Была бы у меня профессия что-то связана с оздоровлением. Но если перевернуть время чуть назад на лет 20, скорее всего, тоже что-то связано или с юриспреденцией, или с военным. Я, наверное, думаю, почему. Потому что все равно хореография прививает дисциплину. И, скорее всего, это нам... Мы, наверное, с Харлашем почему нам это близко. Скорее всего, из-за этого. Мы дисциплинированные такие люди. Нам, как скажут, вовремя. Мы приходим вовремя. Сказали сделать вот так, мы уже по-другому не можем. Ответственно. Да, естественно, без этого никогда. Спасибо. Второй вопрос. Я знаю, что многие коллективы участвуют в разных городских, областных и республиканских конкурсах. А участвуете ли вы в международных конкурсах? И как часто? Очень много. Вот я только что рассказывала, что мы ездили в Татарстан. Это, естественно, международный конкурс. Только что рассказывала, что летом мы ездили в Ташкент. Это Узбекистан. Это, естественно, международный конкурс. Но мы любим участвовать, мы хотим участвовать, но все опять-таки зависит от родителей по их финансовым возможностям. Так как мы частная студия, мы все-таки выезжаем за счет родителей. Если родители не против, мы, конечно же, можем поехать в любую точку мира, хоть в Турцию, хоть в Венгрию, в Болгарию. Кстати, мы ездили в Италию, это было в 2016 году, тоже участвовали с нашими детьми на конкурсе. И вот через три дня, буквально 3 мая, мы выезжаем с 200 детьми в город Ахтал на большой республиканский конкурс, который пройдет в городе Ахтал. Хочу пожелать всем нашим детям там удачи, нашим родителям терпения, все будет классно. А что дает детям вообще такие поездки, Айнамбур? Участвовать, выезжать, участвовать на различных... Да, вообще говорят, если хочешь быть разносторонним, путешествуй. Естественно, для детей это дает очень большой опыт и очень большой плюс. Во-первых, если брать страну, они видят другую культуру. У нас, допустим, направление более народное. Почему? Мы хотим, чтобы они знали казахский танец, но при этом, изучая народный танец, уважали культуру другого, другой страны, другой народности. И, во-первых, дает, естественно, уважение, познание, что есть такая страна, какая у них культура. Во-вторых, скорее всего, любовь, наверное, еще к тем, чтобы еще больше познать. То есть он увидел одну страну, да, вот шестилетний ребенок поехал, допустим, в Татарстан, увидел красивые мечети, какие люди, какая культура, как они себя ведут, попробовал их кухню. Это его завораживает, естественно, он хочет еще. А видя эти горящие глаза родителей, естественно, хотят, чтобы их ребенок, да, кто не хочет. Поэтому очень много плюсов с выезда на конкурсы. И они видят другие коллективы, они сравнивают. Они же стоят за кулисами, они смотрят костюмы. Родители также у нас, получается, вместе с детьми учатся, смотрят другие коллективы, сравнивают. Они уже хотят говорить, а мы хотим еще больше, мы хотим быть еще лучше. То есть это идет и как, с одной стороны, как мотивация для родителей, для ребенка. И уже они дальше-дальше хотят все выше и выше, больше и больше. И, кстати, они еще становятся еще дружнее. То есть дорога, это их время в поезде, их вот эти игры, это все помогает им сдружиться. Может, сплачивать. Да, сплачиваться, сдружиться. У нас есть родители, которые благодаря нашим танцам сейчас общаются со всеми семьями друг с другом. То есть некоторые родители становятся крестными друг у друга. Играют, у нас же есть в указах вот этот мест, играют ширшек. То есть они собираются компаниями с мужьями и так далее. Я знаю много своих родителей, которые благодаря нам так общаются. Спасибо. Пять минут остается буквально до окончания эфира. В заключении, какие будут еще ваши пожелания, поздравления? Можете своих коллег поздравить, своих учеников, родителей, которые смотрите наш эфир. В этом году нашему центру, нашей студии исполняется 10 лет. И вот хочу позвать всех на концерт наш отчетный, который состоится 8 июня в Атамикене, в Центре искусства Атамикен. Пройдет наш грандиозный концерт. Приходите, смотрите, будет классно. Увидите всех наших детей. Поздравляю всех с праздником, дорогие коллеги. Крепких нам ног, терпения. Всем нашим девочкам, мальчикам. Всех с праздником. Всех с праздником. День танца. Всем пожелаю только удачи. Крепкого здоровья. Самое главное, только вперед. Также присоединюсь к словам моих коллег. И в первую очередь хочу поблагодарить наших педагогов. Моих наставников, когда-то были, за их терпение, за их труд, который вложили нас. Спасибо родителям, за их терпение, что они приводят детей каждый день. И детям здоровья, всех коллег, всех, кто любит танцевать в этой планете. Поздравляю с праздником танца. Желаю счастья. Спасибо. Ну, а я благодарю сегодня за такую позитивную встречу. Спасибо, что поделились своими успехами, своими достижениями. Ну, пожелать вам хочется только профессионального роста и вдохновения. Пусть ваша профессия приносит только истинное удовольствие, а ваши ученики продолжают радовать вас своим талантом. И покоряйте все больше и больше новых вершин. Спасибо большое. Удачи вам и успехов во всех ваших делах и начинаниях. Ну, я думаю, после республиканского конкурса, поездки в Октау, вы обязательно приедете к нам. Обязательно. С победителями. Мы надеемся, что вы займете только гран-при. Будем держать за вас кулачки и, конечно, уверены, что победа будет только за вами. Спасибо. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Пусть день будет наполнен только яркими красками. Получайте отовсюду позитив и наслаждайтесь каждым моментом этой жизни. До свидания и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!